Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос о безэмоциональности. Хочу спросить совет, рассказать о проблеме, мне кажется, что я человек какой-то малоэмоциональный. Объяснение будет обрывчатым, но надеюсь, что понятно. Другие волнуются за своих друзей, за близких людей, я не могу. Так слит, когда вижу, что кто-то о ком-то беспокоится, жалеет и любит. Я никому не испытываю симпатии или привязанности, но при этом для всех людей в жизни хочу быть тем самым единственным. Я либо слишком чувствительный ко всему, либо совершенно безэмоциональный. Раньше я во всех людях кто-то искал, искал жека, с которым мне было бы хорошо. Который бы меня понимал и которого бы я понимал. Сейчас мне всё равно, я не хочу ничего, мне это всё неинтересно. Друзьям тоже эмоций особых нет. Такое чувство, что даже то, что есть, я накручиваю сама себе и на самом деле даже этих мелочей не чувствую. Нет планов и целей на будущее, мне всё равно, что там будет, но я знаю, что тут точно ничего хорошего. Нет силы рассказывать много, для этого, что я рассказал, выглядит как пустяк, но тем не менее, что это, как справиться и понять, что со мной не так. Во-первых, советы психологи не дают. Во-вторых, ни с чем справляться не нужно. В-третьих, мы не исходим из позиции, что с вами что-то не так. На мой взгляд, вы очень много подавляли в себе чувств, в том числе и в тот период, когда искали людей. И то, что вы злитесь, когда видите, как кто-то о ком-то беспокоится, яркий тому пример. Вы злитесь, значит, соответственно, вы чувствуете некоторую угрозу, вы чувствуете, что вас это задевает, вы чувствуете, что вы не такая, как другие. Вы чувствуете себя неполноценной. И, на мой взгляд, та же самая интенция, вот та же самая, та же самая интенция, идет у вашего желания найти кого-то. Ну, то есть, вот, чтобы вы понимали, да, как вы, как вы сказали, чтобы вы понимали, чтобы вас понимали, вот. На мой взгляд, так. Да, конечно, может быть, у вас имеет место быть нарушение физиологии организма. Например, нарушение химии мозга. То есть, вы описываете, может быть депрессивным состоянием и депрессией. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться у врача-психиатра, либо клинического психолога. Вот. Чтобы вам опровергли или подтвердили диагноз. После этого уже можно будет, в принципе, о чем-то говорить. Если у вас диагноза нет, если у вас все в порядке, вот, то, да, это психотерапия. Если диагноз есть, то это, соответственно, медикаментозное лечение в купе с психотерапией. То есть, в любом случае, вам необходима психотерапия. Справляться ничем не надо. А вот, какой импульс подавляется вами здесь, очень важно понять. Сейчас, сейчас это скорее непонятно, чем понятно. Именно из-за абривистости вашего рассказа, именно из-за его неполнаты. То есть, с вами нужно поговорить, задать вопросы и так далее. Мне кажется, что то, что вы описываете, является защитной реакцией. Защитной реакцией на что? Вы хотели через другого человека. Как мне видится, вы хотели через другого человека, как-то реализоваться. У вас это не получилось, и вы ушли в отказ. Вы ушли в обесценивание. И довольно успешно в этом состоянии находитесь. То есть, да, конечно, вам тяжело, да, конечно, вам неприятно, конечно, вам больно и трудно, но... Тем не менее, тем не менее, это состояние позволяет вам... Ну, как это можно сказать, да? Это состояние позволяет вам сохранять в какой-то степени статус... статус-кво. Вот. То есть, ну, вам... Вам... Может быть... Не очень хорошо, да? Вам может быть плохо, вам может быть... Трудно, вот. Но... Вам-то плохо, вам-то трудно, но, по крайней мере... Так можно жить, по крайней мере. Ну, скажем так, если бы вы гипотетически признали, что у вас есть некий конфликт, ну, вот, ну, просто вот, просто гипотетически, если бы вы признали это, то, на мой взгляд, вам было бы, вам было бы очень больно. Вот. И... Соответственно... Ситуация была бы уже... Ну, совсем другой. Не такой... Как вы ее описываете... Прямо сейчас. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам имеет смысл... Посмотрите, поисследовать... Эм... Эти аспекты. Посмотрите, поисследовать то, какую конфликтную ситуацию вы здесь решаете, и почему ваша безэмоциональность, да, ну, допустим, субъективно является проблемой. Вот. То есть вам в этом состоянии нехорошо. Вам в этом состоянии трудно. Не знаю, больно вам в этом состоянии. Какая здесь проблема-то скрыта. Вот на это все нужно вам, конечно, обратить свое внимание. И поскольку одно это делать достаточно тяжело и больно... Я думаю... Что идеально было бы, если бы вы обратились за помощью, и с помощью психолога бы в себе разобрались. Вот. Я думаю, что... Эм... Я думаю, что как-то так. Вам здесь можно ответить на вопрос. А почему нельзя ответить более полно на... Ну, на вопрос. На... 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 На мой взгляд, это связано с тем, что есть довольно... Эээ... Серьезный риск... Ошибки. То есть мне... Мне кажется... Эээ... Что... Можно ошибиться. Мне кажется, что можно... Эээ... Ну, неверно интерпретировать... Эээ... То, что... Эээ... Эээ... Вы... Эээ... 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 В данном случае... Эээ... Пытаетесь донести до нас. Вот. Вот. А... Мне бы этого не хотелось. Эээ... Мне бы не хотелось... Эээ... Эээ... Ошибиться. Вот. Понимаете, да? Да? Эээ... Эээ... Ну вот. Какая... Какая штука. То есть мне бы хотелось, эээ... Все-таки... Все-таки... Мне бы хотелось... чтобы вы получили какую-то вот, ну, максимальную, что ли, пользу от работы с нами. Вот, работа с специалистом, а так получается, что очень поверхностно. Ну, что про что еще можно добавить к тому, что я уже сказал, наверное, немного, я добавил бы только, пожалуй, то, что вы выглядите как человек, который очень сильно себя обесценивает. Вы выглядите как человек, который очень критично к себе относится и, как мне кажется, делает это совершенно необоснованно. Вот. Так вот мне это видится пока со своей стороны. Вот. Понятно, что, может быть, я ошибаюсь, но тем не менее. Вот так вот я бы ответил вам. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. В смысле, мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Всего самого доброго! Всего самого доброго! 끊 aja ко мне в нем! Продолжение следует...